МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Издавнокуряне были защитниками земли русской. Веками мы оберегали границы государства. А 75 лет назад наш край стал символом стойкости и мужества советских солдат. Множество жизней забрала огненная дуга. Благодаря победе в этой кровопролитной битве произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне. Героические традиции прошлого живы и сегодня. Куряне свято берегут память о доблестных прадедах и стараются им соответствовать. Наша область – образец по подготовке допризывной молодежи к военной службе. По этому направлению работы мы стали лучшими во всероссийском конкурсе, который ежегодно проводит Министерство обороны. Но этой победе предшествовала работа комиссии, которая и вынесла такую оценку. Ее представители в марте 2018 объехали шесть районов нашей области, посетили десятки учреждений, школы, больницы, музеи, спортивные комплексы. Маршрут неоднократно менялся. Предугадать, куда с проверкой направится непреклонное жюри, было практически невозможно. Победила Курская область в этом конкурсе. Среди достойных кандидатов она выиграла, причем даже с отрывом, можно так сказать, у Волгоградской области и Амурской области. Это субъекты, которые были лучшие в своих регионах. Поэтому я вас всех поздравляю. Мы ожидали результат и знали, как мы работали, что мы работали, с учетом всех недостатков, которые мы про себя знали. Поэтому я думаю, в этот раз мы отработали отменно. Раннее утро. Первый день лета. Чтобы поздравить Курян с победой, прилетел генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Его торжественно встретили на аэродроме в Халлино. Почетного гостя проводили на праздник во дворец молодежи. Это не просто триумф по случаю победы, а возможности еще раз продемонстрировать будущим защитникам Родины всю мощь отечественной армии. Красота 4С предназначена для прикрытия наземных объектов от радиоэффективных станций самолетов противника. Вот и результат. Прямо сейчас на наших глазах еще один парнишка определился с будущей профессией. Я считаю, что это профессия для мужчин, и это мой долг отправиться в армию. А эти ребята сами готовы замотивировать сверстников. В Курской области действует 90 отрядов юнормейцев. Они объединяют более полутора тысяч школьников. Я считаю, что человек должен быть патриотом в любом возрасте. Он должен гордиться своей страной всегда. Мне нравится участвовать в этом движении. Очень часто проводятся разные спортивные соревнования, интеллектуальные соревнования. И это очень интересно. Я готовлюсь быть достойным гражданином нашей Родины. И призываю всех вступать в юнормию, так как это очень круто. Патриотическое воспитание охватывает всех курских школьников. В большинстве учебных заведений есть музеи, в которых бережно хранится память о героях Великой Отечественной. Вот, к примеру, стенд, посвященный военным корреспондентам. Главный герой здесь Петр Кузьмич Горовой. Без журналистов мы не сможем узнать всю эту настоящую, настоящее нудро войны, потому что, ну, не всегда кинематография является такой, как она есть и какая она была в военные годы. Только журналисты могут передать через слова всю эту душу, все эти слезы, кровь. Десятки патриотических клубов исследуют неизвестные страницы Великой Отечественной войны. На счету кургана сотни найденных и перезахороненных солдат. Алексей Сотников и его товарищи сражаются со временем за каждое имя. Инициалы на личных вещах, сохранившийся элемент обмундирования, помогают опознать героев. В прошлом году нашли останки бойца. У него алюминиевая табакерка. Подписано на долгую память Карпенко ВТС. Урал, 1943 год. Карпенко Василий Трифонович. Рядовой 96-го Читинского стрелкового полка, 140-й Сибирской стрелковой дивизии. Уроженец Киевской области. Сообщили на Украину. Оттуда пришло известие, что родственники выехали за пределы Украины. Ну, надеемся их разыскать. И вот она, торжественная минута. Вручение наград. Почетных и заслуженных. Курская область получает переходящий вымпел победителя конкурса. А глава региона – почетную грамоту министра обороны. И не только. Наградить Михаила Александра Николаевича, губернатора Курской области, медалью Министерства обороны Российской Федерации. Всего в этот день награды получили 69 курян. Среди них Николай Клыков – военный комиссар железнодорожного округа города Курска и Курского района. Одним из главных достижений своего подразделения он считает успешную работу с выпускниками школ. Все чаще выбор будущей профессии ребята делают в пользу службы в российской армии. Планируем 41 одного человека, кандидата. Уже это задание выполнено, кстати, много девушек. Поэтому, если есть желающие, немножко набор продлен, пожалуйста, приглашаю всех в военный комиссариат, все расскажем, объясним. Награждали не только тех, кто носит форму. Представители сферы образования, сотрудники системы здравоохранения, работники СМИ. Только совместными усилиями удалось добиться таких высоких результатов. Благодаря стройной системе, когда созданной в Курской области, куряне проходят службу достойно. Из года в год все больше курян приходят, которые именно готовятся к этой службе. У вас показатель годности к военнослужбе выше российского показателя практически почти на 3%. Затем генерал-лейтенант посетил областной призывной пункт, где в этот момент ожидали отправки в армию несколько десятков новобранцев. Изначально я занимался физической подготовкой, морально себя готовил к этому, ну, был уже давно готовый к в армию. Что волнует призывников, о чем переживают родители, обо всем этом говорили во время чаепития. Очень момент волнительный, конечно, это переживать мы будем долго и весь год будем переживать, но он даже в чем-то радостный. Это мама будет переживать, папа вряд ли будет, потому что он знает, что это такое. В свое время тоже служил. Я думаю, что сын с честью справится с этим долгом и здоровым, невредимым вернется домой. Ольга Алексеевна Аспидова провожает внука. Старается сохранить позитивный настрой изо всех сил. А как вы сегодня ночью спали, расскажите. Ну, неспокойно, честно сказать. Он здесь ночевал. Неспокойно. Впрочем, переживает Ольга Алексеевна зря. В армии для ребят созданы комфортные бытовые условия. То есть любой вонослужащий в свободное время от исполнения обязанностей может привести в порядок форму одежды. У нас есть выбор, блюд существует при приеме пищи. Однако курских призывников манит вовсе не солдатская кухня, а искреннее желание служить своей родине. Наша область ни разу на эти 15 лет не сорвала, скажем, поручения или задания по призыву ребят на службу вооруженной силы. То, что они показывают, мы часто радуемся тому, что получают благодарность и родители, и мы, и областной военный комиссариат, вот, с мест службы, там, где они ее проходят. Парни, отличившиеся во время службы, получают предложение остаться в армии по контракту. И в большинстве случаев принимают его с энтузиазмом. Страна может спать спокойно, защитники у нее достойные. Результаты конкурса Министерства обороны это подтверждают.